всем привет сегодня будем пересаживать инжир потому что у него уже корни слишком длинные они заполнили весь горшок вот этот он давно сидит уже в этом горшке целый год растет быстро он какие большие листья выгоняет просто корни становятся все больше поэтому он гонит вот эти ветки пустые снизу и такие сильные на концах не пробуждают вот эти почки поэтому сегодня будет пересадка с обрезкой корней и обрезка кроны будет небольшое формирование я фольгой его обернула чтобы не грелись корни потому что очень жарко он стоит на солнечном подоконнике нагревается прям до горячего с фольгой фольга сама холодная даже на ярком солнце очень хорошо я здесь боролась с вредителями глобальном масштабе в своей квартире и инжиру были обрезаны все листья всем инжиром я обрезала все листья потому что именно на инжире я нашла следы уредителей решила удалить листья все но это было месяц назад еще и он уже даже с тех пор вот за месяц вот он так вот весь оброс остальные тоже очень очень хорошо облиствились но если вот эти листики еще маленькие то вот эти вот эти совсем не подходят мне это очень много и они будут еще больше чем дальше он будет гнать эту ветку тему будут больше листья поэтому перед пересадкой сейчас я просто укорочу ветви для того чтобы было удобнее с ним работать и когда когда раскопаю корни то станет понятно что дальше делать я обрезаю так с пенечками небольшими вот здесь почечка которая вниз идет там что я еще до конца не знаю какие ветви останутся но на всякий случай чтобы почка была не сверху а снизу чтобы ветка шла вот в эту сторону он было бы был бы такой изгиб у нее вниз если вверх пустить то это будет еще один вот такой побег сильный который мне не нужен так и верхняя верхнюю наверное вот здесь на эту пучку вот так вот с этим пучком тоже сейчас разберем сейчас я раскопаю корни нужно достать его промыть их хорошо там еще камень у него вот минут не прям интересно как он вырос на этом камне вот такой кор хорошо обросший керамзит весь поработил мох можно было бы снять чтобы потом его снова использовать тяжелый он с камнем вместе этот мох у меня вырос в плошке я сеяла семена и они не зашли но плошка была закрытая такой контейнер там образовался вот этот мох я не стала его выбрасывать пригодился это я им корни прикрывала инжиру те что на камне сверху лежат чтобы они не сохли сразу ну наверно достаточно он разрастется потом я сейчас собираюсь его посадить в плошку тоже на камень только я посмотрю другой камень я ему подобрала не тот на котором он сейчас находится если будет возможно его заменить то желательно это сделать сейчас пока он еще не до конца сформирован чтобы потом уже не трогать то бонсай на камни пересаживают с камнем камни у него не вытаскивают из корней наверное надо его помыть воду опустить чтобы вот это все отмокло иначе никак скорее всего не выйдет сейчас я его посажу в другой субстрат этот был еще такой с магазинным грунтом смесь песка магазинного грунта поэтому так трудно это все очистить он не осыпается с корней следующий субстрат будет состоять из камешков будет чисто минеральным я буду кормить его удобрение по сезону вот я опустила его виду ведро с водой там оказалось два камня я вспомнила я у меня не было бы подходящего размера камня и я посадила его на два рядом поставила их вот один отвалился уже остался один но он там очень сильно заплетен поэтому постоит здесь пока пока мы займемся другими инжирами вот так вот уже оброс инжир месяц назад приблизительно в рамках борьбы за чистоту моего дома от вредители я обрезала ему все листья потому что именно на нем на верхушечных листьях вот здесь я нашла какую-то гусеницу белую не знаю то ли это личинка то ли это еще что-то или гусеницы чья-то в общем я так и не поняла кто напал следы были видны на листьях такие как от чего-то ползающего он не липкий но он блестящий такая слизь оставалась на листах похоже на трипсов и я знаю что трипсы откладывают яйца свои личинки в толще листа в ткани листа поэтому я срезала все листья и обрабатывала препаратами искры обрабатывала потом еще мылом раствором моющего средства тоже мыльный такой легкий растворчик но помогло теперь нету никого даже если были несколько видов вредителей вот еще от листик дырочкой маленькой но это возможно он был свернут когда я боролась с вредителями возможно его повредили еще будучи когда он был почкой сейчас он раскрылся маленькая дырочка есть вот так как сейчас все верхушечные побеги уйдут я думаю даже если кто-то еще и остался то тоже их не станет и потом перед тем как закрыть окна осенью я еще раз все растения обработаю на всякий случай очень не хочется бороться с ними осенью когда темно и холодно уже и растение лишний раз опрыскать не хочется потому что ну реально холодно есть рисках потерять все тут за этот месяц я набегалась уже не хватило поэтому профилактика еще раз профилактика что с ним так как у него не было листьев я обмотала его проволокой вот она проволока кадры вы сейчас видите как я это делала теперь он так оброс что уже не видно веток зато листики маленькие их много и они мелкие в общем то чего я и добиваюсь но здесь да я тоже прищипну ему макушки потому что вот эти верхушечные листья они большие вот вот этот вот растет уже больше в два раза в три чем все вот здесь ниже по ветке надо чтобы он начинал ветвиться еще больше и ветвился потому что это все предварительное формирование оно будет я думаю что он будет выглядеть иначе в конечном итоге я его еще сейчас не пересаживаю потому что хочу поставить его на корни а вот эту веточку я уберу потому что насильно и у нее самые большие листья ну и она как бы мешает все-таки выпадает она из общей идеи поэтому я ее сейчас уберу потому что потом она вырастет будет еще больше растение потратит на нее силы энергию и другие части не получат ее пусть он лучше развивается сюда больше и наращивать корневую систему корни сейчас же обрезаться него не будут так что весной он пойдет в рост очень мощно так вот здесь проволочка наложена мне немножко не хватило но наверное так лучше вот на эту почку я обрежу вот здесь верхушка она тут красивая все но она длинная чересчур и он этот изгиб вот лучше продолжить вот здесь я вот эту почечку оставлю вот здесь сейчас сделаю срез и он еще обрастет сейчас только конец августа до ноября еще ему два раза обрасти можно здесь еще веточка здесь тоже вот уже пошла вот это нижняя верхняя можно можно убрать так а листики потом брошу в чай буду пить чай ароматный здесь вот тоже прищипнуть вот здесь почка есть на как раз продолжение пойдет сюда то есть направление сохранится но факт того что обрезанная макушка даст вот эти больше может быть отсюда пойдет еще что-то там вот и все это в целом будет утолщать эту ветку и вместе с ней утолщать сам ствол потому что ствол за это за эти полгода с весны что я его посадила в этот горшок ну конечно он стал толще но я хотела бы чтобы сильнее бы утолщился так ну марку макушечку мы ему тоже прищипнем вот этой верхней ветки потому что она вершина она сейчас рабонет в расти можно вот так вот здесь есть почка пошла отказать уже вот она начинает вот это лист от нее вот эту можно прищипнуть потому что вот этот листик очень сильный и лучше ее пустить в эту сторону потому что в эту сторону будет прикрывать эту ветку поэтому мы это обрежем вот тут так еще вот здесь у нас пошла веточка может быть даже ее имеет смысл совсем убрать потому что она растет вверх вот на этом стволе который будет вертикально изогнутый у него тоже должны быть какие-то ветви вот это первое возможно жертвенная пусть он сначала все вырастет потом будет видно а вот это вот не нужно она загущает крона не попадает мне в образ вот эту ветку тоже можно убрать очень она близко вот здесь расположена и направлена вот туда под эту одна под другую в общем лишнее здесь здесь вот пучок они мелкие их много и они все рядом не знаю может быть пока их оставить или нет густо очень получается если еще начнут расти сейчас то будет очень густо здесь да я их уберу лучше и вот это тоже вверх растет это надо убрать а вот этот я оставлю пожалуй пусть вот здесь что-то тоже выйдет начнут расти и тогда будет видно еще один момент вот это покороче может быть сделать еще потому что получается что мы не прищипнули вернее она прищипнута боковая идет но она опять тоже сильная а здесь ничего нет думаю ее надо просто вот так вот эти листики убрать и все прищипку здесь сделать чтобы здесь пробуждались вот эти почки потому что это ветвь почти прямая хотя она возможно понадобится хорошо бы ее разветвить чтобы она была более искривлена и при следующей обрезке возможно переназначить эту вершину я не вижу сейчас его корни поэтому определиться точно с его положением пока не могу очень может быть что обойдемся без каскада и можно будет его посадить вот таким образом будет такой изогнутый ствол с такими красивыми тоже изогнутыми ветвями тогда вот это будет вершина но все равно она слишком длинная и пустая вот здесь ее нужно ветвить поэтому я ее прищипнула и все остальные тоже чтобы они ветвились возможно но это будет видно весной при пересадки так пока с ним все хотя нет не все вот это еще нужно прищипнуть потому что веточка тоже достаточно сильно и пошла надо чтобы здесь пробуждались почки вот это пусть идет в рост вот это начнет расти сейчас им света будет хватать всем вот в этом месте листья не будут вот так вот хотя он у меня все время вот этой стороной стоит к свету вот таким образом поэтому они все сюда направлены как локаторы а повернуть его не всегда получается из-за того что то это ветви выходит за пределы горшка и мешает соседям или соседи ему мешают ах вот еще здесь вот веточка у меня отломилась когда я проволоку ломатывала вот это надо вот так вот отрезать пенек все чтобы было красиво пусть вот это взрастает сбежистость получается здесь вот пенечек пока из-за проволоки я не смогу туда добраться это можно будет потом вырезать или может быть там что-то почка будет еще какая-то ветвь пойдет в общем будет видно это будет видно после того как корни покажу как я увижу корни потому что сейчас легко ошибиться может я не очень хочу каскад на самом деле поэтому я так варианты перебираю если бы я определилась точно то конечно все было бы по-другому мне больше нравится наклонное дерево например мне бы больше это устроило чем каскад с каскадом больше мороки его надо куда-то ставить а у меня нету место вот единственная причина хотя есть очень красивые деревья в стиле каскад так с ним все еще один инжир который стоит у меня на улице за окном соседстве с виноградом точно так же всем им были обрезанные листья и инжиру и винограду они вот уже отрастили себе новые очень хорошо виноград уже вызревать начал инжиру вот этот самые вызревшие ветви у него самый такой самый компактный самый приземистый сравнению с остальными не гонит длинные сильные ветви с огромными листьями хотя тоже есть крупные нам одна вершине у него крупные листья та же самая история не хочет ветвиться вот эта ветка совершенно вот это тоже пустая полностью практически вот эти все нижние это вот сократить надо вот сейчас этим и займемся это я сейчас ты даже не прищипную я просто ее укорочу и укоротить я думаю ее нужно нужно как-то пустить ее в сторону может быть даже слегка назад вот сюда вот то есть на эту почку пока на эту почку или лучше вот на эту она и короче будет и и почка в этом же направлении я не думаю что она мне будет нужна впоследствии она очень низко расположена с этим вообще непонятно пока как он будет формироваться в будущем поэтому сейчас просто обрезка такая чтобы он пустил бы еще больше нарастил боковых людей то же самое вот эти две ветви одна по другой я думаю что нижние можно совсем убрать эту а вот эту сильно сократить то есть это вот здесь здесь почка вниз идет пока нижние наград мешает но вот отсюда неплохой вид открывается но слишком длинную вот можно здесь ее обрезать вот так перевести вот на эту веточку как раз она и повернется то есть сюда вот вернется над основанием над основанием станет вот это можно ее вот так вот прищипнуть вот на этот лист вот когда пострижешь листьев меньше и уже кое-что становится видно кое-что просматривается получше выщипать вот так так осталось вот это не прищипнуто если я оставлю она пойдет расти очень агрессивно поэтому я ее так прищипну листья оставлю потому что листья нужны так осталось вот это еще маленькая веточка и вот у него растет самого низа тоже пока не вижу кор корней здесь но я имею ввиду не то что что я не вижу а то что я не знаю как они там какую форму они имеют внизу я его не раскапывала здесь тоже нужно будет посмотреть тут вот у него мощный и уходит как-то ветвится здесь желательно бы конечно посадить его повыше достать вот это все из земли показать когда он чуть приподнимется и ну вот эти ветки все равно мне кажется уйдут и даже можно прямо сейчас и обрезать там что они все равно очень низко очень может быть что он опять там пустят что-то расти но это уже не сейчас скорее всего вот эту веточку желательно пустить туда вот так и либо изогнуть позже когда она вырастет немножко подлиннее хотя бы пусть будет и потолще сейчас она очень тониками и если легко поломать или подрезать ее вот на эту почку вот эта почка вот сюда направлена было бы хорошо пусть пока с листиком проснется что-то и тогда можно будет постричь это скорее всего уже будет весной потому что сейчас он не будет так расти как рост летом так сильно осталось всего три месяца но что-то отрастить он еще успеет это ветка тут явно лишняя вот это вот это вот может быть даже ее убрать можно тем более что она как бы внутри изгиба растет не имеет смысла ее выращивать есть вот эта веточка которая снаружи дуги с внешней стороны дуги она лучше в этом смысле еще лучше если бы такая же веточка была бы где-нибудь вот повыше за неимением пока и это придет все вот такой компактный стал виноград очень маленький пока кто-то не перестает их все-таки желать я думаю что потом мы с ними счет и сведем осенью все обратно на улицу за лучами солнца мой детский сад тоже был сильно обрезан вернее листья все листья им удалял так как все они были подвержены обработке и вот они теперь опять так обросли и уже видите да совсем не было листьев только верхние почки сейчас я их тоже прищипну что-то укорочу потому что они разрослись верхние листья тоже крупные гонит макушку очень сильно поэтому сокращаем значит здесь надо вот этот сократить наверное вот сюда вот вот так вот эта веточка здесь я просто так прищипну пальцами уберу два листика верхних почку которая раскрывается только это можно это можно сделать короче вот здесь это идет внутрь кроны уберем они тонкие тут наверно ножницами можно обойтись вот это тоже веточка хочет расти но она конечно хорошо ты если ее раз их рассаживать то она здесь нужно но если они будут расти все вместе вот так как они сейчас то она лишняя там она идет в глубь общей кроны и наверное да я ее сейчас уберу тут листика и эту веточку тоже ну что она упирается в это дерево и мешает вот этим свет видеть и это деревце получится таким наклоненным в эту сторону вот тут вот вот эта ветка будущее будет крест-накрест поэтому может быть от нее можно уже сейчас избавиться а вот это пойдет туда так пусть останется следующий в глубине вот этот он просто вертикальный у него боковые снизу очень небольшие поэтому я его укорочу вот здесь вот здесь у него почечка вот здесь у него почечка листиками уже вот распускаются и здесь тоже самое вот так вот чтобы начинал ветвиться так следующий вот этот вот эта боковая ветвь во первых вот это убрать надо из середины 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 вот это тоже внутрь а вот это нужно прищипнуть прищипнуть надо это надо просто прищипнуть вот так просто короче сделать у него у нее тоже нету никаких боковых пока только почки которые еще темно им просто все соседи загораживают им свет поэтому они не развивались так вот этот растет в краю самый сильный из всех здесь мы значит что делаем так вот это я обрежу снизу что он загораживает что он загораживает фикусом освещение и вот эта ветка тут здесь буква т образуется это ни к чему совершенно вот эти две почки на одном уровне находятся так так вот перекресток такой здесь даже можно вычистить получше чтобы они не росли больше там так ну вот значит что это тоже самый у нас мощный самый высокий и его надо немножко немножко растепенить здесь вот ветвицы уже вот боковая пошла если я сюда его прищипну то это получится внутрь кроны а нужно наружу и желательно чтобы он был покороче поэтому я его прищипну вот здесь не прищипну а вот укорочу вот так и тут тоже вот так вот на эту почку все теперь он поротенький компактный здесь значит у нас тоже бы хорошо бы разобраться здесь такой пучок но они все еще в зачаточном состоянии только листики даже сами веточки не вышли еще только листья торчат на стволе поэтому пусть пока чтобы они выросли подождем и потом можно будет постричь неизвестно какая будет осень если будет осень холодная то он скоро уснет и вот так вот остановится так и будет стоять остался еще один вернее не один это мы прищипнули вот этот его надо тоже прищипнуть как-то так и желательно чтобы это пошло вот туда пока у него тут листики ладно пусть пока останется даже не буду прищипывать вот это я просто лист уберу вот этот большой и вот этот тоже потому что листья сильные и они будут все равно тянуть весь весь сок на себя а эти могут остаться ни с чем точно точно даже как и все остальные поэтому надо их тоже немножко стопорную тут нечего особо прищипывать я прищипнула но листики большие были так береза береза тоже все было им обрезано вон у него пошли боковые почечки наконец раскрываться веточки пошли расти листики пока вот эти пусть останутся не буду ничего трогать она и все равно сбросить должна но пока не время так вот с этими тоже разобрались и а они и в в и Продолжение следует...